Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. В Самаре скоро откроется новый приют для временного содержания животных. Ход работы оценила глава города Елена Лапушкина. В Самаре проводится масштабная работа на теплотрассах. Один из наиболее значимых объектов расположен на улице Ульяновской. Парты в шахматном порядке, увлажнители воздуха, камеры и санитайзеры. Самарские школы готовят к сдаче ЕГЭ. Президент страны Владимир Путин обратится к россиянам. Предположительно, это произойдет после проведения парада Победы, который состоится 24 июня. Он разъяснит смысл поправок в Конституцию, голосование по которым назначено на 1 июля. Не исключенный вариант, при котором обращение президента будет записано 29 или 30 июня, то есть непосредственно перед днем голосования. В течение шести дней перед этой датой можно проголосовать в электронном виде. 1 июля также объявлено выходным днем. Бродячие собаки и кошки с городских улиц скоро отправятся в комфортный приют. Его строительство должно завершиться этим летом. Там их приведут в порядок, стерилизуют и чипируют. После чего попытаются пристроить в семью. В противном случае животное снова окажется на улице. Но уже не будет представлять для окружающих никакой опасности. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как идут строительные работы. Будущий дом для животных увидела и Елена Малютина. Совсем скоро этот питомник откроет двери для бездомных животных. А пока здесь ведется строительство приемника, где ветеринары будут проводить первичный осмотр и обработку от паразитов. Наполовину готовы вольеры для размещения животных на 10-дневный карантин, а также операционная. Отдельный корпус для кошек. Здесь также есть кабинеты для первичного осмотра, операционная, карантинная зона и место для их содержания. В апреле из-за угрозы распространения коронавируса все строительные работы временно приостановили, а сейчас наверстывают упущенные. Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход работ. Ну, вам надо тогда там стройматериал срочно убирать все вот это, убирать полы. Строительство вольеров для содержания и выгула собак на финишной прямой. Осталось только уложить деревянные полы и сделать пешеходные дорожки для сотрудников. Специально для того, чтобы собака не выскочила из вольера, здесь сделали так называемые отсекатели. По сути, благодаря этому устройству у собаки просто не будет возможности сбежать. Такое решение позволяет экономить место и строительные материалы. Этот механизм сделали по аналогу европейских приютов для животных. Как только здесь появятся первые питомцы, им сделают все необходимые прививки, стерилизуют и чипируют. После чего попробуют найти им новые семьи. Анкеты с фотографиями животных будут размещать на сайте питомника и в социальных сетях. Под лозунгом «Не покупай, возьми», так как мы будем предоставлять полностью проверенные животные. Животное будет проверено как своими специалистами, так и государственно, как мы и говорили. Обработанные от паразитов они у нас получаются. То есть у нас нет ни глистной навозии, нет ни блох, ни в шее. То есть мы привели от бешенства. То есть для человека животное получается полностью безопасно. Живающим взять в семью животное выдадут ветеринарный паспорт, где укажут, какие прививки были сделаны. Здоровое и безопасное для людей животное выпустят на улицу только в том случае, если не получится найти ему дом. Елена Малютина, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Подготовка к отопительному сезону сейчас для коммунальщиков самая горячая тема. В Самаре проводятся масштабные работы на теплотрассах. Изначально было запланировано переложить 15 участков, но в связи с переходом в единый ценовый пояс объем работ будет увеличен. Сегодня на участках, где проводятся замены теплотрасс, побывал Олег Зверев. Демонтаж аварийного участка трубы на улице Фискультурной идет практически параллельно с формированием новой теплотрассы. Перед этим основание укрепляют железобетонными конструкциями. Работы по замене тепловых сетей в Самаре идут ускоренными темпами. Перекладку нужно полностью завершить до середины сентября, а объемы работ увеличены. По сравнению с прошлогодним, километраж обновленных теплотрасс в этом году будет больше в 2,5 раза. Сейчас работы идут на 11 участках. Всего же в этом сезоне отремонтируют 22 объекта. Подписано распоряжение председателем правительства Российской Федерации Мишустиным Михаилом Владимировичем о переходе нас в единый ценовой пояс. Мы сейчас, в частности я в субботу буду проводить большое совещание, мы идем дальше, увеличиваем количество перекладок. Если сейчас у нас по плану перекладок порядка около 7 километров трассы, плюс дополнительно мы будем перекладывать 10,5. Переход Самары в единый ценовой пояс планируется к 1 января 2021 года. Это позволит усилить контроль за качеством теплоснабжения и создаст условия для дополнительных инвестиций. Перед отопительным сезоном теплосети необходимо привести в порядок. На это потратят рекордную сумму – 2 миллиарда 100 миллионов рублей. В общей сложности длина перекладки суммарно составит более 21 километра. На улице Ульяновской подрядчик работает без выходных. В историческом центре есть своя специфика – узкие улицы, много проводов и коммуникаций. К августу участок обещают сделать. Работа проводится по той же технологии, что и на перекрестке Кирово-Физкультурная. Трубы, да, действительно, они оснащены системой оперативно-дистанционного контроля. Эти трубы покрыты, как вы видите, пенополиуретановой изоляцией и покрыты еще сверху экструдированным полиэтиленом. Теплоотдача, теплопотери минимальные. Срок службы такой трубы порядка 30 лет. В ходе подготовки к отопительному сезону идет и ремонт котельных. В этом году в системе теплостабжения «Самары» планируется заменить 11 котлов. Олег Зверев, Николай Епифанов, Константин Головин, Василий Колдашов. События. В Самаре продолжается комплексный ремонт улицы Старозагора. По национальному проекту безопасные и качественные автомобильные дороги. Рабочие приступили ко второму этапу ремонта. Укладывают асфальт на участке в границах Воронежской и проспекта Кирово. За работой наблюдала наша съемочная группа. Два мощных укладочных комплекса и порядка 50 спецмашин. На Старозагоре продолжается комплексный ремонт. На участке от Воронежской до Ташкентской заменит 2 километра дорожного полотна. Рабочие уже сделали выравнивающий слой, теперь укладывают верхний толщиной в 6 сантиметров. Перед тем, как начать устройство нового покрытия, в ослабленных местах основания дороги укладывают дополнительный слой, тем самым усиливая его. Он сделан из высокопрочного материала. Срок службы, соответственно, больше. Потому что нагрузка в трафик увеличивается как бы с каждым годом. Поэтому и гранитные материалы используются, высокопрочные. И за счет этого срок службы асфальтно-бетонного покрытия увеличивается. Комплексный ремонт Старозагоры проходит по национальному проекту безопасной качественной автомобильной дороги. В 2019 году сделали ремонт сверх плана от Советской армии до Воронежской. Сейчас продолжается второй этап до Ташкентской. Помимо обновления асфальтового покрытия, здесь запланировано сделать остановочные карманы, новые парковочные места, отремонтировать инженерные коммуникации и тротуары. Хочется особо отметить комплексный подход к ремонту, когда выполняется ремонт проезжей части. А в обязательном порядке ремонтируются тротуары, то есть заменяется асфальтно-бетонное покрытие. Вместе с тем, замене подвергают средства организации дорожного движения. Будут установлены пешеходные ограждения, дорожные знаки, выполняется устройство пандусов. Пандусы сделают возле пешеходных переходов и в места, где предусмотрена парковка для маломобильных людей. Продолжат снижать нагрузку с проблемных перекрестков за счет расширения проезжей части. Дополнительная полоса для удобного поворота запланирована в районе улицы Димитрово. Горожан такие изменения радуют. Хорошо, что ремонтируют данную улицу. Хорошо, что ремонтируют сейчас Победу, насколько я знаю. В скором времени я стану водителем. И для меня это очень большой плюс станет, что дорога, по которой я езжедневно, буду ездить ежедневно, будет в надлежащем состоянии. Улицу ремонтируют по контракту жизненного цикла, впервые внедренному в Самаре по нацпроекту в 2019 году. Суть в том, что один и тот же подрядчик производит ремонт. За свой счет устраняет гарантийные дефекты в течение пяти лет. И содержит дорожный объект всесезонно в течение трех лет. Полностью завершить ремонт Старозагоры запланировано до конца октября. Подрядчик работает с опережением графика и планирует завершить работу уже в сентябре. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 76 новых случаев заболевания коронавирусом. Число заболевших в регионе достигло 4100. Такие данные в четверг, 18 июня, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки в регионе выздоровели еще 60 пациентов. Всего с начала пандемии из больниц выписали 2078 человек. Также за последние сутки скончались две женщины с диагнозом COVID-19. Количество летальных случаев достигло 53. В самарских поликлиниках начали проводить приемы пациентов онлайн. Записаться к нужному специалисту можно через электронную регистратуру. Прием пройдет посредством видеосвязи. В перспективах телемедицины разбиралась Мария Левина. Наталья Владимирова в медицине больше 20 лет. Когда начинала свой профессиональный путь и подумать не могла, до чего дойдет прогресс. С этого года в восьмой поликлинике, где Наталья трудится с заведующей, начали проводить телемедицинские консультации. Пациенты с помощью телефона, планшета, либо компьютера по видео связываются с врачом и не выходя из дома получают консультацию специалиста. Особенность в том, что на фоне лечения пациент, как бы врач с годами со стажем работы, в основном по внешнему виду пациента, как бы может сказать не то, что определить, но как бы оценить самочувствие и состояние пациента. Удобнее всего такая услуга для людей с хроническими заболеваниями, которые нуждаются в постоянной диагностике. Чаще всего такие пациенты обращаются к специалистам с конкретными вопросами по своему диагнозу. Консультации длятся не больше получаса. Эксперты прогнозируют, что в будущем эти технологии могут заметно сократить очереди в коридорах больниц. Данная технология, она актуальна на фоне сложившейся эпидемической обстановки. На данный момент она позволяет по возможности исключить почный визит, очное общение со специалистом пациента, особенно имеющим хронические заболевания, пациента старшего возрастной группы. Оснащение поликлиники, необходимым для онлайн-приемов оборудованием, веб-камерами и наушниками, стало возможным благодаря национальному проекту здравоохранения. В Самаре такая услуга будет доступна в 35 медицинских учреждениях. Чтобы ей воспользоваться, нужно скачать на мобильное устройство специальное приложение и через электронную регистратуру записаться на прием к нужному специалисту. С полным порядком действий можно ознакомиться на сайте 8-й поликлиники. Мария Левина, Николай Сидоров, События. В режим самоизоляции внесены послабления. Однако необходимо соблюдать некоторые правила. Например, держать социальную дистанцию. Как ее соблюдают отдыхающие в парке Победы вместе с дружинниками, на вечерней прогулке проверил Сергей Кизоркин. Денис Светиков в дружиннике записался после армии. В свободное время помогает полицейским наводить законопорядок на улицах Самары. Говорит, в этом году обязанности прибавилось. Изменились и условия работы. В рейд Денис теперь выходит в маске и в перчатках, к чему призывает и самарцев, с которыми проводят беседы о соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. У нас есть режим только носить в масках в магазинах и в транспортах. На улице можно не носить их у нас. Постановление же вышло новое, 138-й набор. Там так и написано. Маска носит во всех общественных местах, кроме улицы. Ну, подходим к людям, просим соблюдать социальную дистанцию. Ну, а кто неответственный, это уже не знает, и на их совести останется. Наше дело предупредить человека. А как он будет дальше вести себя, это уже его дело. Добровольцы народной дружины в парке Победы рассказывают отдыхающим, как маска может защитить от коронавируса. А в подтверждении своих слов раздают памятки. Самарцы не спорят и сами понимают, что только соблюдение мер безопасности позволит одолеть коронавирус. Молодцы, что гуляют, хорошо. Почаще бы подходили, говорили людям о том, чтобы маски одевали в общественных местах, чтобы дистанцию держали. Это, конечно, потому что дети маленькие, не дай бог, конечно, болячки перейдут разные всякие. Не только коронавирусные, другие. Был бы главный результат. Поэтому, может быть, до кого-то дойдет. Чтобы охватить как можно больше отдыхающих, парк Победы дружинники разбили на части. У каждого наряда, а их четыре, своя зона патрулирования. Особое внимание пенсионерам. Их нужно убедить вернуться домой. Им пока не рекомендуется без необходимости появляться на улице, ведь они в зоне риска. В крайнем случае, если человек действительно провоцирует, если он намеренно нарушает все предписания, вызывается наряд полиции и на данного человека составляется протокол. Но, опять же, это мера крайняя. У нас главная задача объяснить все и решить проблему мирным путем. По постановлению губернатора Дмитрия Азарова, самарцы в общественных местах обязаны находиться в средствах индивидуальной защиты. Нарушителям грозит административная ответственность и штраф. От 1 до 30 тысяч рублей. Сергей Кизоркин, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. Дачные маршруты начнут работать в Самаре с 20 июня. Такое решение приняли в администрации города. Вместе с тем, режим повышенной готовности в губернии продолжает действовать. Пассажиров без масок в автобусы пускать не будут. Как и в предыдущие годы, машины будут выходить в рейс 4 дня в неделю. В среду, пятницу, субботу и воскресенье. В полном объеме будут восстановлены все 29 маршрутов. В Самаре электробус перестанет перевозить пассажиров по маршруту номер 108. Сегодня заканчивается срок договора на его эксплуатацию. Об этом сообщает руководство ТТУ. Но уже в ближайшее время будет подписано новое дополнительное соглашение о продлении сроков. Напомним, это уже вторая пролонгация контракта. 14 мая 2020 года электробус также прекращал перевозку пассажиров из-за окончания контракта на эксплуатацию. В речном порту Сызрани сотрудники линейного пункта полиции задержали рыболова-нарушителя. Напротив села Бестужевка Приморского района 52-летний житель Сызрани на моторной лодке в акватории Волги оловил раков. Для этого он использовал многозаходные ловушки, которые являются запрещенными орудиями лова. Кроме того, сейчас вылов раков также под запретом. Мужчину задержали, когда он извлекал добычу. С помощью пяти ловушек он успел выловить 615 раков. Возбуждено уголовное дело. Ущерб оценивают в 140 тысяч рублей. Почти две тысячи участков для голосования откроются в регионе уже с 25 июня. Основной датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации назначена 1 июля. Как идет подготовка к проведению голосования в Самарской области, рассказал председатель областной избирательной комиссии Вадим Михеев. Те, кто 1 июля не сможет прийти на участки, имеют возможность проголосовать заранее с 25 по 30 июня по месту нахождения. Теперь для этого не требуется оформлять открепительное удостоверение. Достаточно заранее подать соответствующее заявление в избирательную комиссию на портале государственных услуг или в МФЦ. Также предусмотрен и формат бесконтактного голосования. Для этого жителям достаточно позвонить в избирательную комиссию или передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через заявление на портале госуслуг. А передаваться бюллетень будет вот в таком вот сейф-пакете прозрачном, в котором, как вы видите, есть маска, ручка, перчатки и салфетка, пропитанная дезинфицирующим раствором. И данный пакет будет передаваться нашему участнику голосования, который его забирает. Голосует в квартиру. Член участковой комиссии, уважаемые граждане, не заходит. То есть на безопасном расстоянии. Вот с переносной урной. Пожалуйста, вы проголосовали. Урна стоит около двери. Чтобы сделать участки для голосования максимально безопасными, в территориальные и участковые избирательные комиссии региона доставят более двух миллионов защитных масок и такое же количество перчаток. На всех участках будут средства для обработки рук. Всем пришедшим на входе будут измерять температуру. В день голосования по поправкам в главный закон страны индивидуальными средствами защиты обеспечат всех участников. Только в ТИК Ленинского района Самары сегодня привезли более 17 тысяч масок для проведения голосования. Для членов избирательных комиссий также закуплены защитные экраны и одноразовые халаты. Эта работа ведется постоянно. Она проходит и в участковых комиссиях, и в территориальных избирательных комиссиях. Потому что уже давно идет прием заявления о голосовании по местонахождению, которое продлится у нас до 14.00-21 июня. В связи с этим люди на участках появляются и в территориальных, и в участковых избирательных комиссиях. Поэтому наша задача сделать так, чтобы максимально обезопасить и граждан, и членов участковых избирательных комиссий. Осамарские школы готовятся к приему итоговых государственных экзаменов. Первое тестирование намечено на 3 июля. ЕГЭ в этом году сдают только те школьники, кто решил поступать в ВУЗы. Причем пункты, где выпускники будут сдавать экзамены, оснащают по всем требованиям Роспотребнадзора. На один из таких пунктов отправилась Мария Левина. ЕГЭ – лишь одно из жизненных испытаний, которые вам предстоит пройти. Дарья Мартынова – учитель физкультуры. Уже в четвертый раз участвует в организации единого государственного экзамена. В ее обязанности входит печать экзаменационных билетов, инструктаж школьников перед тестированием, а также контроль за ходом экзамена. Подготовку этого года, говорит, запомнит на всю жизнь. Мы же никогда так не пробовали. Интересно. Запомните. Конечно. В перчатках и маске. Это интересно очень. В этом году в связи с эпидемиологической обстановкой аттестаты выпускникам выдали без итогового тестирования. А ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в ВУЗы. Получать высшее образование решили 13 тысяч выпускников, и 29 июня им предстоит сдать первое пробное тестирование. А с 3 июля стартует экзаменационная кампания. Наш регион полностью готов, и все предписания Роспотребнадзора, Федерального Роспотребнадзора, методические рекомендации мы уже выполнили. В большинстве школ предусмотрели два входа, чтобы не допускать скопления. На пороге каждому выпускнику измерят температуру, после чего школьники пройдут через металлоискатели и займут свое место в аудитории. Во всех кабинетах работает видеонаблюдение, а парты расставлены в шахматном порядке, чтобы сохранить дистанцию в полтора метра. Каждая аудитория будет размещаться не более 10 детей. Вы заметили, наверное, на полу у нас везде меточки. У нас есть несколько процедур во время ЕГЭ, когда, например, проверяются документы. Вот у нас детки стоят на этих метках и не скапливаются. Аудиторию уже оснастили увлажнителями воздуха и санитайзерами. Выпускники при входе получат маски, которые нужно будет менять каждые два часа. Их выдадут в медицинском кабинете. Каждый раз, когда вчерашние школьники будут выходить из аудитории, ходить обратно, им будут обрабатывать руки специальным дезинфицирующим средством. Продумали все до мелочей. Я уверен, что экзамен пройдет с точки зрения организации на самом высоком уровне. А ребятам хочу пожелать только самых высоких баллов. Математику в этом году сдают только те, кто собираются поступать в профильные вузы. Обязательный экзамен только один – русский язык. Тестирование разделили на два дня, чтобы разместить всех школьников с учетом социального дистанцирования. Пройти испытания можно будет и в резервные дни – в августе. Мария Леевна, Николай Сидоров, События. Самара готовится к параду победы в этом году. Он, как и 75 лет назад, пройдет 24 июня. В 1945-м, в этот день, среди марширующих по Красной площади были и 187 наших земляков. Их имена еще в середине 70-х годов решила узнать шестиклассница 120-й Самарской школы Елена Залялова. Ей это удалось, а позже в учебном заведении появился музей, в котором сейчас представлены фотографии и личные вещи участников того парада. Слово Сергею Кизоркину. Елена Залялова сегодня с гордостью и трепетом вспоминает школьные годы. В 1974 году, будучи шестиклассницей, она предложила своим учителям найти жителей Куйбышевской области участников первого парада победы. Их поиском занимался весь коллектив 120-й школы. Организовали отряд красных следопытов. Интернета тогда не было. Сведения об участниках парада собирали по крупицам из публикаций в газетах, журналах и в книгах. Давали объявления, спрашивали друзей и знакомых. Так нашли первых двух участников парада победы 45-го года – Николая Щеканова и Александра Тюхтеева. Нам было очень интересно, и мы работали от души, когда ходили и разговаривали с людьми и искали ветеранов. Работа принесла свои плоды. В школу стали приходить письма от ветеранов и их родственников. К весне 1975 года список земляков участников первого парада победы составлял 19 человек. Они стали почетными гостями на торжественном вечере во дворце спорта авиационного завода, который был посвящен 30-летию разгрома фашистской Германии. Это люди, которые не воевали в одной дивизии, не воевали на одном фронте. Это были люди, которые свело одно событие – парад победы. Это люди красивые, это люди стойкие, это люди отважные, с которыми очень интересно было общаться. Архив документов и исторических экспонатов разрастался, и руководство школы задумалось о создании музея – участников парада победы. Первым ее директором стала учитель истории Лилия Ивановна Сидорина. А когда она ушла на пенсию, дело продолжили ее ученики и директор школы. «Наша задача сейчас с помощью того, что собрано в музее, сохранить как можно дольше память об этой войне, о людях, которые в ней приняли участие, о той победе, о которых нельзя забывать даже через 75, через 100, через 150 и так далее лет». Сегодня в музее представлены не только документы, но и находки с полей сражений Великой Отечественной войны. Поисковый отряд 120-й школы ведет разыскную работу много лет. Поиск участников парада продолжается и сейчас. В школьном музее бережно хранятся фотографии и документы 165 солдат. Ветераны часто приходили сюда, рассказывали школьникам о войне. В этом году никто из них прийти уже не сможет. К сожалению, участников парада нет в живых. Но память о героических земляках живет. В музее хранятся сведения о 187 участниках того памятного парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!